Привет! Всем привет! Продолжаем занятия наши. Сегодня у нас уже какая по счёту, кстати, книжечка-то будет? Книжечка по счёту какая? Уже сколько у тебя их тысяч? Пять. Это уже пятая? Да. Или четвёртая? А, у тебя, наверное, три книжечки на С и одна книжечка Ш. Да. А всего у нас, кстати, будет книжечек и тех, и тех по пять штук. Так что здесь можно много говорить. Ну, скоро будет десять у нас. Да, вот. Ну, что, из книжечки начнем? Или вот с этого? Как обычно начнем. Не с этого. Ну, давай с этого начнем. У нас здесь одна картинка получается. Вот это вот, это на С. И вот такая на Ш. А давай, кстати, поговорим. Попробуем так? Я это делала только. Ну-ка, давай. Подожди, не торопись. Ты делай так, как тебе комфортно. Не очень быстро. Это может быть очень быстро, ещё и очень сложно. А давай так, помедленнее. С-ш-ш-ш-ш-ш. Да. Давай. С-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Угу. Дифференциацией нужно уже нам заниматься более плотненько, потому что уже сами по себе звуки, они достаточно хорошо получаются. Мало того, собственно, речи уже частенько проскальзывают даже сами. Ну, сейчас я прям сильно не давлю на ребёнка, чтобы, допустим, она следила за собой сама в собственной речи. Но, тем не менее, всё равно, когда возраст ребёнка уже постарше, вот в этом плане, кстати, вот можно уже более настойчиво просить ребёнка, чтобы он уже следил за собой сам. Ну, как правило, они даже сами бывают уже, следят за собой, когда чувствуют, что у них хорошо получается, когда и хвалят за это. Такс, ну давай-ка, а это знаешь кто? Это утки. Угу. Видела в моём фильме, когда я ещё была маленькой, папа меня снимал. А в парке видела уток? Да. В парке живут у нас там. Я ещё смотрела в фильме. И в фильме есть тоже, да, и в мультиках есть, да, и даже есть в мультике про уточек. Ну вот, это утята, малыши утки. Это, значит, ты потом сделаешь, вот здесь, кстати, у них такая водичка получается. Почему водичка, интересно? Интересно, потому что они плавают в воде. В воде, да, они живут в воде, но не прям под водой. Ну, в воде они там и кушают, и плавают. У них даже вот такие вот ножки, похожие на что? Лапки. Да. На что? Помнишь, мы с тобой у нас были там? Ласты. Вот, ласты, да, да, да. Или наоборот ласты похожи на их лапки, да? Да. Удобно им как раз вот так вот им плавать. Точно. Классно ты, какие вот. Ага. Какой малюсенький. Да. Так, вот этого задания давай мы сделаем попозже. Да. А сейчас давай все-таки мы книжечку сначала первую сделаем. Так-с. Здесь у нас на с, сейчас книжечка висит с. Угу. Так. И сначала просто повторяем, а потом уже будешь стараться сама. Угу. Ну, как правило, сами уже дети делают это тогда, когда уже выучат хорошо слова, потому что некоторые слова, допустим, по картинке хорошо, понятно. Ну, тот же самый в данном случае тут самокат. А слово астра, допустим, там, или риска дети могут забывать. Поэтому им все равно нужно время для того, чтобы запомнить эти слова. Ты можешь написать. Да, конечно. Нам сейчас здесь... Давай, я знаю что? Давай я сейчас не буду писать. Я потом напишу это для мамы. Тебе же не надо все равно читать название, ладно? Да. А карандаши нам все равно сейчас пригодятся. Вот. То есть ребенок может уже повторять тогда, когда уже выучат сам хорошо сами слова. Ну, то есть не произношение их, а сами, что, допустим, вот это астра, а не что-то там другое. И уже говорить сам, в принципе. То есть несмотря на то, что здесь вроде бы кажется стишок, наверное, сложно. И его там прям надо специально учить. Нет, на самом деле просто ребенок может просто повторить слова, даже не умеет читать. Итак, ну давай поехали. Ага, вот у тебя прям веер уже получается, да? Так, давай. Астра. Астра. Кресла. Кресла. Сук. Сук. Сосиска. Сосиска. Самокат. Самокат. Сачок. Сачок. Ириска. Ириска. Так, самосвал. Самосвал. Матрас. Матрас. Вопрос. Вопрос. Да, погромче только. Вопрос. Да, не шепотом, а громко нормально, да, как я. Угу. Суп. Суп. Ой, здорово. Автобус. Автобус. Абрикос. Абрикос. Скрепка. Скрепка. Сокол. Сокол. Парус. Парус. Миска. Миска. Соловей. Соловей. Усы. Усы. Редиска. Редиска. Тоже у нас стишок получается, кстати, послушай. Астра. Кресло. Сук. Сосиска. Самокат. Сачок. Ириска. Самосвал. Матрас. Вопрос. Суп. Автобус. Абрикос. 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 Астра. 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 Кресло. Кресло. Вопрос. Самокат. Автобус. Астра. Сук. Матрас. Сокол. Соловей. Редиска. Кресло. Так. Теперь я прячу. Ну ничего, ничего. Ты напомнишь. Конечно. Даже если там что-то забыла, это же не ужасно. Мы же играем. Мы же тем более учимся. Так. А теперь давай. Знаешь как? Со скольких попыток ты интересно угадаешь? Вот мне прям очень интересно. То есть, может быть, даже с первой ты найдешь. Где находится кресло? Вот. Тут. Ну давай, давай. Да ты вторую руку, потому что освободи. У тебя здесь снежок мешает. Кстати, Майя уже сама хорошо говорит снежок. Несмотря на то, что там есть и свистящий, и свистящий, и шипящий. Ну-ка еще раз. Снежок. А до этого у тебя было самой хорошо. Сейчас ты следишь за собой, у тебя немножечко путаница. А до этого ты так хорошо мне сказала снежок сама. Снежок. Снежок. Ну ладно. Перехвалила. Так. Ну-ка давай знаешь как теперь? Здесь теперь нужно подумать. Смотри. Я нашла... Я нашла... Леш. Думай, думай. Я нашла... С. Вот так. Да, там у нас и С, и Ш. Смотри-ка. Давай. Вот так еще раз. Посмотри. Я нашла... Кресла. 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 Ничего-ничего, да. Сложненькие у нас уже здесь, кстати, получаются немножко задания. Но ничего, что случилось? Я просто так реализирую слезки. Ага. Так-с. Давай дальше. С какой попытки, интересно, ты найдешь... А что же, интересно, тебе надо будет искать? Так-так-так. 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 С какой попытки найдешь... Автобус. Автобус. Ага. Опа. Я немножко задавила. Ну и что, со второй нашла, да, со второй попытки. Давай. Я нашла автобус. Умничка. Очень хорошо. С какой попытки ты найдешь редиску? Редиску. Давай-ка. Со второй, я думаю. Или с третьей. Давай попробуем. Так-с. Нет. Это первая была попытка. Давай, вторая попытка. Так-так-так. Не редиска? Нет. Нет. Редиска. Да, с третьей попытки точно я угадала, что ты найдешь. Нет, я угадала, что ты с третьей попытки найдешь. Ага. Ну что, все равно хорошо. Да, первая, вторая, третья попытка у тебя получилась. Ну, здесь же сложно запомнить. Много же всего, да? Да. Тем более первый раз мы играем. Когда уже несколько раз поиграла, то уже, конечно, легче становится. Да, я, может, вообще сейчас не найду. Сейчас ты мне, может, будешь загадывать, а я, может, вообще ничего не найду. Давай. Я нашла. Я нашла. И диску. Умница. А давай теперь вот. Ты мне загадай. А я буду искать. Я не подглядываю. Что мне нужно найти? Все? Можно? Нет, все. Можно. Давай. Что надо найти? Найди матрас. Матрас. Так. Ну, вот тут точно нет матраса. И тут нет матраса. Где же матрас-то был? Так. Нет. Так, где же матрас? Это первая попытка у меня была. Нет. Тут. Нет. Вот, видишь, а я вообще с четвертой попытки только угадала, да? Ответит. Давай. И я говорю теперь, я правильно скажу? Ты проверяй. Это я сейчас. Я нашла матраш. Я нашла матраш. Вот. Вот так правильно, да? Ушками же слушаем, правильно получается или нет. А то получается иногда, видишь, такая чепуха. Если насла. Да, да, да. Никакая чепуха не должна быть теперь, да? Красиво же ты умеешь теперь говорить. Ну, и давай ты еще теперь разочек угадай. Я думаю, сейчас ты с первой попытки угадаешь. Где находится самосвал? Ура! Давай. Я нашла. Я нашла. Самосвал. Самосвал. Точно. Ну, и давай все остальные просто откроем. Это вопрос. Вопрос. Сук. Сук. Матрас. Соловей. Сова. Нет, не сова. Это сокол. Помнишь, у нас сова другая была? Сокол. И тут... Что там? Астра. Астра. А не трехалетный. Точно. Так, вот. Все мы нашли. Вот видите, здесь мы уже... Раньше мы говорили, допустим, когда слова были ш, мы говорили я нашла, когда слова с, мы говорили, я спрятала. То есть, в фразе у нас получается был и с, вернее с, с, ш, ш. А здесь мы уже теперь перепутали. То есть, я нашла, а слово со звуком с. И здесь давай, с обратной стороны у нас тоже другие слова. Давай, так же поиграем. Да, 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 то же самое, но слова уже поменяем. Давай, запомним. Давай запоминать. Закрывай и запоминай, какое там слово. Называем. Давай. Сама закрывай, каким хочешь цветом. Я. Нет, ты ничего не говори, просто само слово. Давай. Суп. Суп. Так, вот это? Давай. Ну, какое? Калабик. Это парус. Парус. Самокат. Ириска. Сачок. Сосиска. Сосиска. Какое? Ну, давай. Любую закрывай. Все равно нам все... Ты забыла, если слово, я тебе подскажу. Сокриквай. Нет, абрикос. Абрикос. Миска. Сочок. Сочок. Миска. Скрепка. Усы. Ириска. Такое закроешь. Ну, давай. Это? Забыла слово? Или что? А что? Ириска. 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 Это что? Это такая банфета. Ириска. Такая, которая к зубам прилипает. Ты такую ела? Да. Которая и жуешь, и жуешь, а она вся склеивает тебя. Да, да, да. И потом сложно оторвать от зубов. Скрепка. Миска и усы остались. Давай. А это чья миска, как думаешь? Собаки или кота? Собаки. А почему? Смотри-ка. А, рыбка. Если рыбка нарисована, может, скорее всего, кошки. Да, рыбку, наверное, коты больше любят даже, чем собаки. Да? Усы. Хотя собаки тоже любят. Давай. Я сейчас буду что-то все искать, да? Ну, давай, закрывай, а ты мне потом будешь загадывать. Давай, загадывай. Все, я не подглядываю, давай, ты мне загадывай. Давай. Так, давай, что искать? Найди. А давай вот так, где спрят... задавай вопрос. Где спряталась... Что? Ну, ты загадай то, что ты знаешь. Что там у нас было? Скрепка. Скрепка, скрепка. Так, где же спряталась скрепка? Как ты думаешь, с какой попытки я угадаю? Не знаю. Ну, как думаешь? Наверное, со второй. Со второй. Ну, попробуем. Так, так, так. Я нашла... Белый плен. Да, я нашла скрепку. Правильно я сказала? Скрепку. Скрепку. Точно. А что это скрепка? Это как так? Ну, она... Я знаю, скрепка есть. Это не то? Нет, она музыку не дает. Скрепка? Нет. Скрипка дает музыку. Это музыкальный инструмент такой, точно. Да, да, да. Вот так ты правильно показала. А скрепка это что такое? Скрепка это такая... Ну, такая маленькая штучка, да? Вот такого же размера. Которая можно вот так... Которые скрепляют... Которые скрепляют... Скрепляют... Что скрепляют? Можно скрепить вот два листочка, да? Или несколько, да? Хорошо. Надо скреплять бумагу. Правильно. Ого, смотри. Да, да, да. Подожди, подожди, подожди. Это пущек. Так, давай. Вот я, видишь, скрепку нашла с первого раза. Давай еще. Что на этим не надо? Найди персик. Абрикос, да? Абрикос. Персик. Просто я не стала делать персик, потому что там мягкий. А у нас здесь везде твердый. Если, кстати, вы, может, обратили внимание, мягкий. Мягкого у нас вообще в этом курсе нет, как бы. Ну, если только случайно там попадаются слова. Потому что, ну, как правило, у большинства детей, ну, редко бывает, когда нарушение с и с отбоев звуков, как правило, мягкий звук есть. Ну, не всегда, естественно. Но в большинстве случаев он есть, то есть на нем специально работать не надо, если только отдиференцировать. Ну, это тема отдельного разговора. Ну, давай сюда обратно-то иди. Что надо найти-то? Я забыла уже. Персик. А, абрикос. Абрикос. Да, персик, наверное, побольше. И такой немножечко пушистенький. Так, абрикос, абрикос. Так, с какой попытки найду? Ну, не знаю. С первой или со второй? С первой, думаешь? Я думаю, он или в желтом окошке, или в фиолетовом. Так, в желтом, фиолетовом, желтом, фиолетовом, желтом, фиолетовом. Так, так, так. Абрикос, и тут ириска. Значит, в желтом. Да, тут абрикос. А теперь я загадываю. Интересно, с какой попытки ты найдешь ириску? Ириска. Ага, с первой, да? Сразу, да. Ириску. Давай, говори, я нашла. Я нашла или ириску. Точно. А где находится... Так, так, так. Я уже сама все забыла, где находится. Где находится самокат. Самокат. Вот тут, с первого раза ты нашла. Давай, я нашла. Я нашла. Сорокат. А где находится, интересно, с какой попытки ты найдешь парус? Парус? О, точно. Давай, я нашла. Я нашла парус. Парус. А с какой попытки, может, тоже с первой ты найдешь миску? Миску. Кошачью миску. Нет. Усы. Миска, миска, миска. Давай. Или со второй, или с третьей найдется. Так. Чик. Давай, включили память. Чик. Так, где же миска? Вот тут. Точно. Я нашла. Я нашла. Миш. Мишку. Точно. И давай все оставшиеся просто назовем. Я нашла. Я нашла. Я нашла. Дальше. Я нашла. Я нашла. Я нашла. С. 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 Мишечок. Москва. И вот осталось. Я нашла. Я нашла. Нашла. Не трогайся. С. 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 Суп. Точно. А давай. Москва. Москва. Что там? Москва. А, Москва. А, это Москва по-английски. Вот она. Это Москва по-английски. Точно. Смотри. А давай, кстати, про миску и сансиски и киску. Скажем стишок. Ест киска, Май. Тула. Ту-тула, точно. А, давай. Ест киска. Ест киска. Суп из миски. Суп. А, ол. А, давай про суп. Суп из миски. Суп из миски. Сыта киска. Сыта киска. Пуста миска. Пуста миска. Вот так. Отлично. Так. Давай-ка эту положим. И давай вот это. Ты хотела как тросворд, что ли? Да. Или вот это сделаем сначала задание с пряточками? Вот это. Кроссворд. А давай, может, тросворд давай в следующий раз? Просто его долго? Или мы сейчас вот только вот эти отгадаем, некоторые слова, которые тут? Все. Ну, просто это мы так будем очень долго делать. Здесь у нас кроссворд. Давай мы сегодня отгадаем только пока что вот начало. Вот эти вот слова, которые у нас здесь нарисованы. Да. Которые у нас здесь есть. А закончим мы его уже потом, в следующий раз, потому что здесь такое задание объемное достаточно. Здесь нам нужно просто... Майяк. Так, так, так. Майяк. Майяк. Давай, я буду писать, ладно? Майяк. 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 Здесь, если ребенок, допустим, умеет у вас писать, или хотя бы знает буквы, допустим, уже хорошо, то он может сам писать. Если нет, то, соответственно, вы тогда пишете. Здесь не принципиально. Давай. Сама. Здесь у нас везде все слова на ш. Это вот. Это у нас было, было. Да, 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 да. Но сейчас мы там про кое-что тоже скажем еще разочек. Давай, первое, вот, нам нужно отгадать вот это первое слово. Что это? Карандаш. О, карандаш. Так и писать нет. Карандаш. Ага, вот именно. Капищу. Да. Карандаш. Вот так, да. А давай, знаешь, как скажем? Про пять карандашей скажем, и только каждый у нас будет разного цвета. Давай, пять разных карандашей мне скажи. Какой карандаш может быть? Ну, светло-зеленый. Карандаш. Карандаш. Точно. Давай еще придумывай, какие еще бывают карандаши. Голубой. Голубой карандаш. Голубой карандаш. Еще. Еще какой карандаш? Оранжевый. Оранжевый? Да. Оранжевый. Карандаш. Так, еще два. Крашный. 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 Карандаш. Ой, ой, ой. Ну, две еще раз. Карандаш. 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 Точно. И еще один какой-нибудь. Карандаш. Розовый. 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 Смотри на губки. Ро-ро-жа-за-вый. Угу. Даже ропорычала. Хорошо. Вот. Май, когда слово какое-нибудь сложное такое, я тебе подсказываю губами. Ладно. Точно такие же губы делай, и все. И тогда слово правильно получится. Вот в этом плане, конечно, да, зеркало бывает проще. То есть, когда ребенок смотрит на вашу артикуляцию или на свою артикуляцию, то, конечно же, эта подсказка получается хорошая, визуальная. Давай следующее слово. Вот это что такое? Помнишь, у нас такое было там? Где-то такая была картиночка. Вот такое. Который закручивается. Да, было. Как гвоздь, только закручивается. Называется вот так, слушай. Шуруп. 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 То есть, вот где пять. Слово пять. Давай вот этой. Красным написать? Ну, давай. Так, еще. Шуруп. Точно. А вот это, не знаешь, как называется? Как вот так? Вот такое. Нож. Неа, острое такое, знаешь, вот так называется. Неа. Я тебе скажу. Шила. Шила. У нас, кстати, в прошлый раз, по-моему, было там на картиночке, когда мы что-то клали в шкатулку, а что-то клали в мешок. Да? Шила. Давай подписать шила. Это где три у нас? Еще. Ши-ло. Скажи. Шила. Ши-ло. И вот это ты знаешь. Штаны. Короткие. А, шелтые. Точно. Точно. А, розовым давай буду писать. Хорошо. Шорты. Шорты. Ой, даже порычала, точно. Умница. Ну вот, все, доделаем мы кроссворд позже, иначе мы сегодня просто тогда не успеем ничего. Давай. А я хотела кое-что с тобой еще поделать. Ты мне говорила в прошлый раз, чтобы я тебе взяла яичницу, вот я и взяла. Да. Это лизун. Яичница. А скажешь слово яичница? Яичница. Яичница. Нет. Шипим. Яичница. Яичница. Точно. Давай. Я буду говорить моя яичница, а ты будешь говорить моя яичница. Давай будем тянуть ее каждый к себе. Моя яичница. Говори, прошу. Моя яичница. Моя яичница. Говори, говори яичница. Моя яичница. Моя яичница. Ага. А теперь вот так. Я ее тяну к себе, говорю с, а ты говоришь ш. С. Ш. С. Ш. С. А теперь вот так. Я говорю с, а ты говоришь ш. С. Ш. С. Ш. С. Ш. А теперь наоборот. Я говорю ш, а ты говоришь с. Ш. С. Ш. С. Ш. С. Молодец. То есть можно деференцировать на чем угодно. То есть любые какие-нибудь двигательные задания все равно можно там разнообразить так, что можно туда включить дифференциацию. Одно движение, допустим. Или один человек делает движение, мы говорим са. Другой человек делает то же самое движение, говорим ша. Или, допустим, ребенок делает два разных движения. На одно говорит со, со, на другое шо. Или наоборот. То есть здесь вот можно как угодно. Здесь очень-очень много разных вариантов можно придумать. Яичница? Да. А как делать яичницу? Из чего делается? Из такого яича, которое возлепляют, ее становится таким. Ну как, вот взяла яйцо, вот у меня яйцо. А это чье яйцо, кстати? Ну, похоже на яйцо, да? Вот я вот так даже слеплю. Вот прям как яйцо. Чье яйцо это? Твое. Нет, кто его снес? Курица. Курица, куриное яйцо, да? Куриное яйцо. И что надо с ним сделать? Как сделать яичницу? Прямо так вот его, вот взять сковородку, положить? Нет. И все. Можно на спик вот так. Ну как, вот так? Что надо взять? Карандаш? Нет. А что надо взять? Можно руками. Можно руками. Вот так. Вот так? Ну а ножик, а как из королупы расковырять? Ну. Или, наверное, может чем-то? Чем? Ножиком. Ножом можно взять и разбить яйцо, да? Так. Разбить. Куда? На сковородку. Ну давай расскажем, как готовить яичницу. Вот давай, ты, как будто ты повар, а я только учусь на повара. Расскажи мне, учи меня. Давай, я вообще ничего не знаю. Ну-ка расскажите мне. Я забыла. Как же готовить? Ну вот вы взяли яйцо, вот я взяла яйцо. Вот. Что мне надо? В чем готовить яичницу надо? На сковородке. Да. Давай, на сковородке. На сковородке. Ну вот у нас по наружу сковородка. Так. Взяла сковородку. Что надо взять? Яйцо положите на сковородку. Нет. Не разбить и вот. Надо его. Разрезать. Не разрезать. Я правильно, ты сначала сказала. Разбить. Да. Разбить. Чем? Ножиком. Ножом, да. Вот так вот ударить ножом по яйцу. Скорлупа треснет, да. Это называется же то, что снаружи. Давай скажем. Скор... Правильно, правильно. Скорлупа. Скорлупа. Скорлупа треснет, да. Яйцо. Вот оно у нас. Опа. И на сковородке. Такс-такс. И что дальше? Все сразу можно есть? Нет. Нужно подождать, когда яйцо готовится. Только вот таким жидком нельзя есть. Нужно подождать, пока пожарится. Да, оно сначала жидкое получается. Точно. А... Подожди-ка. А что-то, наверное, мы забыли налить на сковородку. А, масло. Масло. Да, 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 да. Точно. Вот так. Да. И все. И оно у нас жарится. Так, отлично. А как называется беленькая часть яйца, знаешь? Нет. А как желтенькая? Какая-то из них белок, а какая-то желток. Желток-белок. Где белок, а где желток? Вот белок, а вот желток. Желток, давай чуть-чуть. Желток. Точно, желтый и желток, белый и белок. Вот, вот, и вот он готов. Да, и готова, что он еще раз? Яичница. Яичница. Нет, давай еще. Яичница. Вот она готова. Ну да, но не руками только же ее, наверное, едят. Руками. Точно. Да. Вкусная яичница? Ты любишь? Да. А еще, наверное, мы забыли посолить. А, да. Точно. А у нас, кстати, же тут есть соль. И у нас масло есть. Ой, мы с тобой забыли масло-то полить такое. Да. Вот это соль. Вот масло. Все. Давай. Ну, на яичницу соли. Вот так. Посолили. Так же вкуснее? Да. Ага, точно. А кристаллик, чтобы было делать такое. И кристаллик? Да. А мне было не было. Так, а еще, можно еще на яичницу кусочек колбасы положить. Да? И давай теперь скажем, у нас теперь яичница... Яичница. Нет. Яич... Яичница. Са. С колбасой. Моя, тебя не видно. С колбасой. Нет. С колбасой. Вот так. Отлично. Так. Ама, не видно тебе так. А еще, если мы на яичницу положим вот это... Что? Это будет сыром. С сыром. Да? С сыром. Яичница. С сыром. И яичница. Яич... И яичница. С сыром. С сыром. Вот так. Могут быть разные яичницы. Могут быть и с помидорами, кстати. И с колбасой, и с сыром. Вот такая у нас яичница. И с персиком. Ну, даже с персиком? Может быть еще и с ананасом. Вот такая у нас яичница. Еще с чем? Давай, говори тогда с ананасом. Ну, давай, говори. С ананасом. Моя, Куку. С капустой. С капустой. Вот. Может быть. Вот с нас и... Наша яичница такая вот экстравагантная. Да, и с капустой, и с персиком, и с ананасом. С сосиской. И с сосиской даже. И даже уж тогда и с косточкой. Да? С косточкой нельзя. Не надо? Не надо? Ну, а может быть, мы тогда готовим яичницу для собаки? Только для людей нужны. А сахара не надо положить? Давай положим. Тоже и с сахаром, и с солью, и с сахаром. Ну, вот так. Вот у нас. А у нас вот странная яичница. Вот. Готово. Готово, да. Кушать подано. Да. Так, смотри. Моя, а мы еще вот это с тобой задание не сделали. Вот, смотри-ка. Вот тут. Я тебе его сделаю попроще. Вот это задание, кстати. Вот. А где я забуду? А здесь не надо. Здесь тебе легко сейчас будет. Я сейчас его сделаю легким. Я тебе напишу эти слова, а ты их будешь искать. Вот, я тебе напишу такое слово, а ты его поищешь, где оно спряталось. Смотрите. Здесь просто слова спрятанные получаются. Половинки слов только торчат. Те дети, которые уже умеют хорошо достаточно читать, они могут самостоятельно сделать задание даже без подсказок. Если плохо делают они это, вы можете написать слова сами или там выложить из кубиков, там из чего угодно. То есть дать образец слова. И попросить ребенка найти его. Да. Вот, смотри-ка. Слово насос. Поищи-ка, где оно спряталось. То есть только половинка слова должна торчать. Вот так. Вот. Думаешь? Смотри-ка. Верхнее подсказываю. Нет. 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 Смотри внимательнее, какие кусочки букв должны торчать. Половинка Н. Половинка А. Потом А. Половинка С. Нет. Первая буква Н должна быть. Ну, у нас же вот. А где здесь-то первая же не Н? А. Ищи-ка, ищи. Да, здесь есть первая С. А нам нужно найти слово, где первая Н. Н. Вот. Вот. Давай проверять. Н. Потом А. Да, это, наверное, кусочек от А. Потом О. С. Потом О. А потом С. Насос. Вот он спрятался. Давай скажем. Тут спрятался. Спрятался. Насос. Насос. Точно. А теперь вот такое слово. Три буквы всего. Поищи-ка где. Нет. Нос. Нос. Тоже половинка Н. Нос. Вот. Давай. Тут спрятался. Тут спрятался. Нос. Нос. Это я сразу скажу. Так что можно продолжать, но мы сейчас тоже не будем. Я сразу загадаю под буквами. То есть суть, я думаю, вы поняли. А. Петербург. И это, кстати, задание. Оно помогает для профилактики дисграфии. Ну, то есть для тех детей, которые уже умеют читать, писать, но все равно затрудняются с этим. То есть там знают буквы, но часто ошибаются. Все такое. Одно дело, когда это, допустим, там на ранних периодах, только лишь когда ребенок учится. Другое дело, когда это идет в школу уже. Особенно когда оптическая дисграфия, когда ребенок путает написание букв, в обратную сторону пишет. Ну, так бывает, как все затягивается. Да, мы это еще поделаем с тобой. Просто мы здесь такие сложные уже у нас сегодня с тобой задания получаются. А если мне нравится? Да. Что? А где она? Где-то она тут. А, вот она тут у тебя. Вот. Просто эти задания сложные, поэтому мы будем их делать не сразу, не за один раз. Как я уже говорила, можно одни и те же задания, ну, в смысле, дробить их, не делать все за один присест, потому что бывает это достаточно сложно. Тем более, что вы в течение занятия еще и другие задания выполняете. Да, Маш? А вот, кстати, у нас вот эта книжечка-то. Май! Ну, не надо, а то так получается некрасиво. Вот это вот у нас моя ку-ку. Смотри-ка. Ты реверанс делаешь? Да нет, вот так. Ну, это реверанс называется. Такой, когда так приседают. Да, так. На, держи свою яичницу. Что? Или что? Что, что, что. На, держи яичницу. И пока ты ее держишь, вот можешь с ней играться. И расскажи-ка мне, кстати. Вот. Помнишь, ты мне рассказывала про вот эти знаки, вот, пешеходные переходы? А вот про это расскажешь мне. Вот такое пособие здесь у нас про правила дорожного движения. Мальчишки любят, кстати, тем более. Давай, расскажи мне вот про эту штуку. Что это такое? Это пешеходный переход, который без знака светофора. Давай, скажем хорошо, светофор. Светофор. Одинаковые светофоры? Что? Вот что? Что? Вот этот светофор и этот светофор одинаковые? Или разные? Одинаковые. Или чем-то отличаются? А, отличаются человечками. Да, да, да. Так-то это один и тот же светофор, но тут горит какой? Зеленый. Свет. Свет. Зеленый свет такой? Красный свет. Точно. И что это значит? Значит, что... Что? Что нужно человеку перейти дорогу песком, а дети побежали. Ну вообще, зеленый свет означает, что нужно переходить дорогу. И не бежать. Ну не бежать, точно. Нужно идти пешком. Пешком. Это точно нельзя переходить на красный. Да. Точно. Видишь, ты хорошо же рассказала, как нужно правильно переходить через дорогу, да? А то, может, малыши не знают. Да? Совсем-то маленькие дети, может, не знают. Хотя здесь есть подсказка, да? Тут человечек идет, а тут человечек стоит. Ну иногда бывает и мало ли вдруг светофор без человечка. Да? Да. Да. Ну-ка, скажешь мне, сама хорошо, пешеходный переход. Пешеходный переход. Точно. Умница. И давай самое последнее задание, прям малюсенькое вообще. На, держи ященицу. На. Сейчас. Я тебе вот здесь вот положу картинки, ой, фигурки, ананас, капуста, сыр, сухари и пылесос. Такс. Задание на внимание, на память. И заодно проговариваем опять все. Рядочком положили? Запоминай. Запоминай, запоминай. Ананас, капуста, сыр, сухари, пылесос. Его не нужно. Подожди, подожди. Да, он лишний, правильно ты говоришь, потому что он не... Несъедобный. Несъедобный. Ну пусть лежит. Закрывай глаза. Опа, смотри. Чего нет? Сыра. Давай, нет? Сыра, точно. Сыра. Сыра. Опять закрывай. Смотри. Нет. Нет капусты. Точно. Закрывай опять. А сейчас... Открывай. Еще есть? Нет. Нет? Чего? Нету сухарей. Нету сухарей, но... Это тоже можно. Но вместо сухарей тут... Тут рыба. Рыба, сом, да? Сом. Сом. То есть я заменила, да, сухарей? Можно быть вместе вот так. Да, 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 да. Точно. А что теперь? А зачем вместе вот так? Пусть редочкам просто проще запомнить. Вот так. А, ты хочешь, чтобы так лежали? И вот, и села вот так. Ну давай, но у нас же сейчас другое задание. Нет, хоть и наклейки. Ну, они просто портят его. Он же может от них попортиться. Ну да, ну. Давай, вот так опять рядочком. Смотри, как у нас лежало. Давай. В самом начале, как у нас было? Ананас, капуста, сыр, сухари и пылесос. Давай. Опять закрывай глаза. Держи. Сейчас. На. Открывай. Делай, как было. Ананас стоял здесь, а эти сухари стояли здесь. Вот так. Поменяли местами. Все правильно. Пылесос? Ну давай. А теперь ты. А я буду закрывать. Закрывай глаза. Открывай. А. Нет. Сухари. Да, правильно. Точно. Вот они. Закрывай глаза. Закрывай. Стране. Нет. Нет. Опять сухарей. И сама. Сыра. А, сыра точно. Да, давай. Вот так. Вот, то есть, так можно и гораздо сколько угодно. Давай еще вот такой глаза. Ну давай, хорошо. Не открывай, не открывай. Открывай. Целую кучу всего нет. Сухарей. Давай, возвращай сухари обратно. Сухарей. Нет. Сухарей. Ананаса. Нет, ананаса на конце. Ага. Так, вот тут он первый был, да, получается? Тут был сыр. Да. А тут был квас. Капуста. Капуста, точно. Да. Хорошо. Ну вот, достаточно у нас населения получается. Давай. Вот, то есть, в такие подобные игры можно играть сколько угодно, прятать их, так как фигурок здесь очень много. Здесь можно играть очень-очень-очень долго-много. Тем более, если у вас, допустим, ребеночек сложный, которому сложно, трудно дается автоматизация. Вот, правда, автоматизация. То есть, здесь вот у вас большой простор для фантазии. Много возможностей для всяких разных игр. Ну все, давай пока говорить. Пока. Не видно тебя. Пока. Пока.